Что только не применяли когда-то люди для стирки. Некоторые применяемые ранее способы ставят под сомнение саму цель таких процедур. Например, очищение речным песком, молоком, золой, разбухшими отрубями, а также еще более экстремальные, бычьей желчью, яичными желтками, свежим пометом. Кроме того, во многих странах для стирки применяли корни, кору и плоды растений, которые от природы обладают мылящими свойствами. Например, мыльнянка и кора белого ореха. Каждый из предшественников современного мыла выполнял свою узкую функцию – очищал грязь. Но был далеко не универсален и почти не подходил для мытья тела человека. Удивительно, что на одной из шумерских глиняных табличек датированные 2500 годом до нашей эры был описан процесс производства мыла. Смесь древесной золы и воды кипятили, затем растапливали в ней жир, получая мыльный раствор. Однако долгое время изобретение мыла приписывалось именно римлянам. В Риме мыловарение приобрело широкое распространение и выделилось в отдельную ремесленную отрасль. Так, при раскопках Помпеи археологами было раскопано мыловарня, где найдены готовые куски мыла. Есть версия, что само слово «соуп» произошло от названия горы Сапо в Древнем Риме, где совершались жертвоприношения богам. По легенде, растопленный в процессе действия животный жир смешивался с золой от жертвенного костра и стекал вниз к берегам реки Тибр, где полощущие одежду женщины со временем заметили, что благодаря этой смеси одежда становилась более чистой. Не мудрено, что в итоге первое мыло стали считать даром богов, которые те принесли человечеству в обмен на щедрые жертвы. Подтверждение этому факту можно найти в трактате римского писателя и ученого Плиния старшего «Естественная история». После падения Римской империи и с началом так называемого «темного времени» в Европе чистота и личная гигиена отошли на второй план. Поэтому производство мыла пошло на спад, но рецепты не были утеряны и небольшие кустарные мастерские продолжали дело мастеров древности. В средневековой Европе мыться было непопулярно. Такая беда случалась с европейцами примерно раз в год. В остальное время достаточно было искупаться. Именно в средние века в Европе изобрели духи как раз для борьбы с неприятным запахом. Процесс мытья также не поощрялся церковью, а напротив порицался. Считалось, что помывшись, человек смывает себя благодать, полученную им при крещении. Крещение должно было отмыть христианина раз и навсегда, в прямом и переносном смысле. Моду на чистоту завезли в Европу рыцари-крестоносцы, которые во время крестовых походов побывали в арабских странах. В 1424 году в Италии был сварен первый кусок твердого мыла. До сих пор итальянское твердое мыло считается одним из лучших в мире. Тогда мыло считалось предметом роскоши, им пользовались только представители духовенства и дворянства. И лишь в 1790 году французским химиком Николой Лебланом было получено из поваренной соли новое вещество – сода, которое стало повсеместно широко применяться в качестве более дешевого заменителя золы. И не только определило всю дальнейшую историю мыловарения, но и помогло предотвратить массовую вырубку лесов. А в 1808 году мыло получило свой современный состав. Его вывел французский химик Мишель Эжерн-Шеврёль. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!